Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам, выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове, что нового, что интересного, как мы здесь живем, а точнее выживаем. Правильно вы пишите в комментариях, что это похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Перед просмотром данного видео не забудьте подписаться на канал в поддержку коренного жителя города Харькова, поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий. Абсолютно любой по данному поводу. Также поделитесь видео с друзьями и знакомыми. Сделайте максимальный репост для того, чтобы люди знали правду. Ребятки, наверняка вас интересует, как же обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного, как мы здесь живем вообще в целом, да? Были ли прилеты в городе, были ли новые прилеты и последствия тех прилетов, которые были вчера? Что вообще в целом происходит? Как мы здесь выживаем? Я вам должен сказать, ребят, что помимо того, что были вчера прилеты в индустриальном районе, помимо того, что были прилеты на Салтовке, да, Салтовский район, помимо всего этого, ребятки, помимо всего этого, еще были прилеты ночи. Еще были прилеты ночи. Последствия, ребят, просто поражают на самом деле. Я вам рассказывал, да, вкратце, что есть погибшие, больше 30 человек раненых. Я сейчас вам все, как говорится, подробно расскажу, а потом мы все это дело подытожим, и я более вам все это, как говорится, расстал. Смотрите, ребят, вам было интересно, вы спрашивали, писали в комментариях, что именно прилетало, что были за прилеты. Значит, смотрите, прилеты были следующего образа. Первый прилет, который был на индустриальном районе, это был КАП, это был КАП. И пишут, что частично, частично разрушено, собственно говоря, предприятие, предприятие. И, собственно говоря, один частный дом. 30 автомобилей, 30 автомобилей было, собственно говоря, также повреждено. 30 машин, просто представьте, некоторые люди всю жизнь зарабатывают на машину. Пострадало там, только там, 28 людей. И среди них, да ты на 16 роков, чтобы вы понимали, ребенок, 16-летний ребенок. Потом был следующий прилет, я вам поставляю здесь фотографии, вместо событий, чтобы вы могли понимать, о чем я вообще рассказываю, что я вам толкую. Следующий прилет, прилет в Салтевский район, Местохарьки. Салтовка, многострадальная Салтовка, по-другому не скажешь. 300 с лишним тысяч, если не подводит мне память, жила там людей до начала, собственно говоря, всего этого. Сейчас там, я не знаю, сколько там вообще осталось людей, и люди действительно выезжают. Потому что, ну вы представьте, такие прилеты не каждый выдержит. Пенсионеры, те, которые уже как бы готовы на, ну, а как они говорят, пенсионеры? Что будет, то будет, понимаете? Те сидят. А молодежь, которая сидели тоже, как говорится, до Талова, некоторые принимают решение, и среди наших подписчиков есть такие, которые, увидев такое, выезжают, либо же на время, либо же навсегда, у кого как получается. Переезжают к родственникам, знакомым, близким, в другие города, а некоторые за границу уезжают. Так вот, прилет был ФАП-250, уже нам сообщают, что это прилетало. И, собственно говоря, повреждено 16 домов. 16, представьте. Погибло 2 человека. И, собственно говоря, 5 людей раненых. Вот просто вы представьте на секундочку. Это только сам город Харьков, это только город Харьков и за один день. И, чтобы вы понимали, 2 человека, которые погибли, я вставлю вам здесь фотографии, чтобы вы понимали, да? Это люди, которые гуляли. Там есть такое, на Салтовке озерцо, я когда таксовал, часто останавливался. Там свежий воздух, ребят, чтобы вы понимали. Такой некий оазис, понимаете? Там спальный район, все в многоэтажках. Одни многоэтажки, девятиэтажки, шестнарики, пяти. Все в многоэтажках. Новострое. И вот там такой был, как Ярочек. И там сделаны были дорожки, чтобы люди могли там прогуливаться, да? Понад этим озерцом, там такое, как озерцо внизу. Там роднички также были неподалеку. И люди там гуляли. Это был некий оазис. Вот вы представьте на секунду, идет, собственно говоря, война. Прилеты каждый день практически. Если не в самом городе, то в области. Куда пойти погулять пенсионерам, те, которые еще, как говорится, могут отойти дальше от дома, чем дойти до лавочки. Да, то есть некоторые только до лавочки доходят и этому радуются. Сидят на лавочке и общаются. Почему многие там говорят, вот они сидят на лавке. Так они уже дальше никуда не могут пойти. Они поэтому и сидят на лавке. И каждый новый персонаж для них это частичка жизни. Пообсуждать, поговорить и так далее и тому подобное. Так вот те пенсионеры, которые могли там сходить на рынок, скупиться, либо же пойти прогуляться. Другие люди гуляли там, понимаете, дышали свежим воздухом. Проходили мимо этого озерца. Некоторые там и рыбку пытались ловить. Гуляли с собачками. И вот прилет. Два человека просто-напросто вот там вот, прямо на месте погибли, которые там гуляли. Хотя вроде кажется в низине, да. И правильно пишут подписчики. Сейчас, в данный момент, безопасных мест нет. И это очень сильно похоже на правду. Что безопасных мест нет от слова совсем. Единственное, может какие-то глубокие бомбоубежища и еще что-то, да. И то. И то не факт, как говорится. Но нужно, как говорится, жизнь свою беречь, ребятки. Обязательно. Соблюдать правила двух стен и все такое. Единственный момент. Вчера не каждый раз срабатывала повитрена тревога. Я это, как говорится, ощутил сам. Был прилет. Был прилет. Посмотрите предыдущие видеоролики. Там в прямом эфире были слышны взрывы. И потом, и потом, собственно говоря, уже включилась тревога. И такое у нас в городе Харькове бывает. Особенно сейчас такая погода, как вы можете видеть, пасмурная. И не всегда видно, что откуда и где что летит. Вот такие, ребят, дела. Не живем, а выживаем. По-другому не скажешь. Не забывайте заходить на наши прямые трансляции. Вечерком пообщаемся с вами вживую. И поддерживать донатом. Ссылочки для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать абсолютно с любой страны. Даже с любой планеты. И в любой валюте. Деньги собираем на лечение мамы. На корм животным. На бензин для инвертора. На лечение кота-шарика и санечка. Всех обнимаю до хруста. Всем огромное человеческое спасибо, кто помогает и поддерживает. Держимся, ребят. Всем мирного неба. Крепкого здоровья. Пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Семейного финансового благополучия. Так, Зевс кашку уже упорол, ребятки. Съел полностью всю кастрюльку. Тот, что был в мешочек, тоже уже пустой. У Зевса уже корм закончился целиком и полностью, ребят. Сухой. Тоже нам наш подписчик присылал. Спасибо огромное, братское сердце. Уже все. Уже нема. Распаковка, Зевсуня. Зевсуня, мой Холёси. Мой ты маленький. Мой ты хвостик такой золотой. Вот так ты встречал. Вот так ты встречал. Сколько счастья, ребята. Сколько счастья, да? Сколько счастья. Мой Молис. Мой Масюси. Вот так ты подписчиком махал. Скажи, ребята, всем привет. Всем добра, бабла и позитивчика. Ого, Сюсюсю. Ты так подскулюшь, тебе че холодно. Ого, ого. Скажи, пока дождешься, пока ты уйдешь. Я сам зайду, да? А ну, давай, выхожу. Выхожу, Зевсунька. Выхожу, мой маленький. Что ты, Зайк? Что ты, мой хороший? Что ты, мой ласковый? Мой мальчик. Вот так ты любил, чтобы Саша тебя гладил. И вот тут, да? И вот тут. Охи, шишка тут какая-то, ребят. В Зевсе. Ну, то говорили, что может быть возрастной. Такие как жировички. Он тут тоже. Да? Хотел бы сводить Зевсуню, ребятки, к ветеринару, но боюсь. Хватит. Мы уже его покупали. Для него это стресс будет. Я Багиру возил уже к ветеринару. Опа. Татыш, он давай бегом. Вот так вот так. Во-во-во-во-во-во-во. На ультразвуковую скорость выходим. Погнали, погнали. Ох, собака улыбака. Я уже Багиру возил. Оно стресс для животных. Мы едем к стоматологу. Вот вы представьте себя. Вы едете к стоматологу вырывать зубы. Стресс для вас это или нет? Вот напишите в комментариях. А для животных они же не понимают многих вещей. Ты им объясняешь. Они тебе доверяют. Они ценят тебя, любят. И тут ты как предательство делаешь какое-то. Везешь. Животное бедное. Весь мир рушится. Перед глазами у собаки, у кота. Когда ты везешь к ветеринару. И там начинается градусник в жопу. Как говорится. И уколы и все вот это вот. И конечно животные беднюсишки. Они понимают как ты их вроде предал. Сделал больно. Непонятно за что им это. Они же не понимают многих вещей. Понимаете? Не понимают. Не понимают. Ты прям так головку подставлял. Мой ты маленький. Здоровался с подписчиками. Скажи ребята. Всем привет. Всем крепкого здоровья. Мирного неба над головой. Добра бабла и позитивчика. Да. Зевсунька. Скажи ребятки. Не забывайте поздравлять Зевсуньку. Скоро у Зевсуньки день рождения. Да. 10 октября. Уже скоро 10 число. Будет у Зевсуньки день рождения. Не забывайте присылать посылочки. В описании под видео. Есть номера Укрпочты. Новой почты. Донатики. Да. А мы Зевсуньки купим. Вкусняшки. Косточки. Купим вкусные. Купим мясце на кашку. Чтоб варить Зевсуньки. Купим Зевсуньки кормика. Да. Мой ты масенький. Тушеночку. Витаминки. Ну это помпушует. Ого. Да. 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 Мой зайчик. Видите. Лапочки тянет и тянет. Говорит. Не останавливайся. Будь со мной. Може мы будем жить в твоей будке Зевсунь. Зевсунь. Може мы будем жить в твоей будке. А Зевсунь говорит. Не. Може в твоей будке. Може в хате будем жить. Да. Да. А ты там и ссыкаешь. Вот это если бы ты еще срать на чайу в хате. Было бы вообще шикарно. Так. Зевсуньки. Что? Зевсуньки. Ребятки. Что у нас по погоде? Вот такая у нас погодка. Штиль полнейший. Ни один листик не шелохнется. Как вы можете заметить. Да. Ребят. Вот такая погода. Мамыны трюселя и тряпки постирал я. Сохнут. Все как положено. Все постирано. Ребят. Кто там искал. Маму не мог найти. Вот. Рытузы. Видите как? На какой резинке. Все как положено. Тряпки сохнут. Рытузы. Сохнут. Все четко. Не переживайте. Ребятки. Все постирано. Все четенько. Лечим маму. Ребят. Да. Зевсунь. А что ты без трусов ходишь? Что ты без рытузов? Что ты без рытузов? Что ты шашарик? Ну вот джигита два малых. Два джигита малых. Вы чебу не валите. Надо тоже вам трусики, лифчики по поры думать. Тапочки всякие, шлепки. Чтобы вы нарядные. Шапочку, ушанку. Да, да, да. Ботиночки. Ребятушки. Всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21. Вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok